На заправке одной, ее разбомбили. Короче, я не алкоголь брал и еду, а игрушки. Дети рады, довольны. Стой на месте! Не подходи, стой на месте! Бабушка, бери-бери-бери, таси. Таси, таси! Таси! Я все время задавался вопросом, зачем я это делаю, но при этом движение не останавливалось, все равно ехал, страх присутствовал. Смотрите, сколько тут детей! Все, успокойтесь. Давайте готовимся к эвакуации, но все на ваш страх и риск. Вещей только брать, одеться самим, тепло и все. Сколько детей у вас? Раз, два, три, четыре, пять. Четыре месяца, манюня. Питание есть у вас? Ну, просто вода в сезон, манюня. Вы готовы выезжать? Всем добрейшее утро. Мы в Запорожье, вчера все хорошо, два бусика доехала. Народа привезли много, я не считал. Сейчас кофеечек пьем и отправляемся. Ну, там, конечно, гремит, но ничего. Да, мы сегодня под бомбами, суп под бомбами называем. Короче, детки у нас будут сегодня сытые. Да, детки будут сытые. Маша. Как у вас настроение? Пока хорошо. Ху** снаряды, я ей хорошо. Главное, губы накрашенные, глазки подведенные. Миша ходит позитивно, все будет хорошо, у нас там это. Это, наверное, самое худшее, это вечер. Я уходил куда-то там подальше, чтобы никто не видел. Сидел, просто плакал. Эту всю боль просто выталкивал. И тяжело было понимать, что дети просыпаются ночью от страхов, от ужасов. Вниз, спустите. Это пиздец. Все нормально? Берегите, берегите. Народа, все спускаются вниз. Господи. Ёбану. Воротова, давайте разбираться. Это что, заминировано или что там? Нет, это авиация, походу, или что. Давайте. Бабушку вытащили, но там все. Идите, гляньте, там все. Гремит. Вот, я надеюсь, что детки сохраняются. Это пиздец просто. У меня слезы наворачиваются, дети плачут, боятся. Короче, волонтер отъездил, наверное, постараемся отремонтировать. И стекол, конечно, не очень. Но тоже ничего. Распланили. Для следующей поездочки надо магнитолку поставить. Вот тут акустику немножко подправить от стекол. Конечно же, поправить здесь джойстик. Что-то разгулялся. Мы едем. Даст Бог. У нас беременные, дети. Короче. Ребенка, сколько у вас ребенка? Ну, девочка, 15 лет. Потому что тут нереально. Три недели мы находимся. Мы моем себе ничего. Привет. Да. Это наша девочка. Ее немножко ранило. Ну, конечно, не немножко, но она уже ходит. Вот, нам надо димексид ей привезти. Скажите, вы через порт поедете, заберите бабушку туда-нибудь. Не, я беру сейчас только с семьи, брать с детьми. Я бы с радостью всех забрал. Где еще ребенок? Не знаю. У нас один. А бабушка может ехать? А где уехали, что ли? Я могу с ней отдать. Ну, просто без бабушки не могу. Да, я понимаю, но я не могу все взять. Жень, пожалуйста. У меня не одна. А с кем? Тетя еще. Нет, мы берем только маму с ребенком. Мы приедем, заберем вас. Обязательно. Да не плачь, все будет хорошо. Какого-то терпелись уже. Какого-то терпелись, пацан, там уже полный забился. Доброе утро. Все, папулечка. Мы приехали. Папулечка, вы ротики. С нами два маленьких пассажира. Папулечка, можешь побухать? Девочки не хотели, сядут меня. Говорят, мы такие страшные. Я говорю, да главное, что живые. Да? Пашочек привезли людей. Тут даже есть такой мини-зоопарк. Ребята, мы в Запорожье. Уже 63 человека, кажется, вывезли. Луч солнца золотого. Проезжаем село Портовское. Симка, мы едем спасать людей. Короче, направились. Молока, конфеты, яблок. Да, Светик? Да. Я понимал, что драмтеатр это, наверное, самое безопасное место. Вот почему я и не забирал оттуда. Здравствуйте. На втором этаже много находилось мамочек, кормящих, беременных. Они по комнатам были все. Здравствуйте. Драмтеатр. Все, как-то так. И когда я уехал, и мне сказали, что драмтеатр попал в снаряд, я не знаю, какая цель они преследовали в драмтеатре. Там не было военных, не было... Это было просто драмтеатр, где жили люди. Проезжая мимо его, я увидел, что те этажи, на которых была детвора, были эти все, их просто не было. Рассказать столами ты не расскажешь голодные. Просто еды нет, воды нет. Вот, плачут. Яблоки берите. Держите это. И вот еще, мальчик. Я даю валидол с учительными хвостинками. Это эмоционально очень тяжело. Я уже даже ездить не хочу. Это настолько тяжело смотреть, наблюдать. Ой, господи. И старики, они все... Это передать нельзя. Это ужасно. Это ужасно. Дружки готовы? Побежали забирать. Вот это все, все продукты, что видите, все забирайте. Стреляют отсюда. Давайте быстрее, быстрее, быстрее. Проходим, проходим, забираем. Все, друзья, на месте. Я спускаюсь в бомбоубежище. Я искренне рад, что все так получилось. Что я выжил, у меня ни одного ранения. Единственное, что у меня было, это... Вот, а нас вот так вот немножко, видите? Вот тут. Вот тут, видите? И попали в водительское. Вот. Видите? Но мою ногу спасла вот эта вот баклажечка. Видите? Мужики, уже ничего нет, но все раздал. Это психологическая травма, которую они пережили. Я не знаю, как она, как они с ней ужились. Мы общаемся, вроде все нормально, но тоже, например, мне говорят, что я ночью, когда сплю, я плачу. Я разговариваю во сне. Я этого не помню. Слава богу. Ребята, доброе утро. У нас пополнение. Мони. Мони. Смотри, какой хорошенький. Вот так вот мы заряжаем телефоны. У нас выпал снег, а это значит, сегодня мы будем чистыми. Находим минутку веселья, на чем можно спасать теперь. И так добываем воду везде, где есть. Это печально. Готовим воду для наших деток. Смотри, какие со мной пассажиры. Манюня. Короче, бензин и вес золота. Все, всех люблю, целую. Задамайте. Сегодня нас стало еще больше. А все начиналось с одной машинки. Вот этой красной. А теперь нас, смотрите, сколько. У нас теперь самый маленький пассажир. Шестая поездочка. Добрались. В Мариуполь уже нет смысла ехать автобусами, бусами, гомонитаркой. Они все равно их уже не пускают в Мариуполь. Я заканчиваю волонтерство. Я не знаю, как ребята будут, ли они волонтерить еще. Теперь я буду заниматься дальше бизнесом. Просто мы туда ездили забирать людей. Мы туда забирать людей с горячих точек, с бомбоубежищ. Там, где мы знали, там, где я жил, в этих бомбоубежищах. Сейчас, на данный момент, туда просто не пускают. Сейчас нам очень видно. Вот так вот мы уготовим. Сейчас мы расстаем. В нашей коммуне появился свет. У-у-у-у-у-ой мальчик. Вот так не надо. Господи! Благостен какое-то Irma! Мальчик! У-у-у! Субтитры создавал DimaTorzok